Тема урока лакокрасочные материалы. По этой теме мы с вами сегодня рассмотрим следующие вопросы. Общее сведение о лакокрасочных материалах, лакирование и окраска, категория окрасочных работ, состав лакокрасочных покрытий и выполним одну лабораторную работу по определению кроющей способности лакокрасочного материала. Общее сведение о лакокрасочных материалах. Лакокрасочные материалы называют жидкие красочные составы лаки, нанесенные на поверхность, которые при высыхании образуют твердую тонкую пленку. Все лакокрасочные материалы выполняют декоративные, санитарно-генетические и защитные функции. При декоративной отделке поверхностей учитывается эстетическое восприятие при отделке интерьеров помещений и фасадов зданий. В зависимости от назначения здания учитывается определенная санитарная норма, которую необходимо соблюдать при отделке этих помещений. Например, если взять гражданско-общественные здания лечебно-профилактического типа, то они требуют повышенные нормы санитарно-генетического состояния. Это и влажная уборка помещений, это и обработка их с применением различных химических составов. При защитной функции мы выполняем защитные окраски в зависимости от вида той поверхности, которую окрашиваем. Металлическую поверхность мы защищаем от образования жарчины, а штукатуренные поверхности от механических повреждений и разрушений. А деревянные поверхности защищаем от образования гнили, плесени и дальнейшего разрушения. Чем отличается окраска от лагирования? Окрасочные работы выполняются обычно составами непрозрачными и выполняют в основном защитные и санитарно-генетические функции. Такие красочные составы, нанесенные на поверхность, гарантируют нам определенные эксплуатационные свойства в процессе эксплуатации данных зданий. При использовании лагов, состав которых наносится на поверхность, прозрачный, лисирующий и выполняет в основном декоративные функции, хотя в большой степени, конечно, выполняет санитарно-генетические функции и защитные функции. Например, деревянная поверхность, которую адектировали, проявляет свою текстуру и всегда можно определить даже породу той древесины, которую вы адектировали. В зависимости от назначения здания и назначения определенных помещений, все окрасочные работы можно разделить на три категории – простую, улучшенную и высококачественную. Простая категория окраски применяется при отделке подвальных помещений, вспомогательных, складских, временных. Улучшенная категория окраски в основном применяется при отделке гражданских зданий, жилых и общественных зданий, которые требуют лучшей подготовки и обработки поверхности перед окраской. Весококачественная категория применяется при отделке общественных гражданских зданий культурно-просветительного характера. Это музеи, выставочные залы, это театры, а также отдельные помещения, которые требуют повышенные требования своей отделки. То есть следует помнить, чем выше категория отделки, тем большее количество операций требуется на подготовку и обработку этой поверхности. Состав лакокрашенных покрытий. Это, прежде всего, грунтовочный состав, грунтовка. А грунтовка поверхности выполняется с целью обеспечения сцепления, адгезии при нанесении последующих слоев. Кроме этого, грунтовочный состав снимает тянущую способность подложки, то есть того основания, которое мы будем в дальнейшем окрашивать. Подмазочные пасты. Подмазочные пасты применяются при подмазке трещин и небольших дефектов на поверхности. Шпаклевки применяют с целью, выравнивание поверхности и подготовки ее для нанесения красочных составов или облеивания стен обоих. Где вы находитесь, это у нас лаборатория по испытанию лакокрашенных материалов. И в этой лаборатории многие физико-механические свойства с использованием приборов, уменьшившихся в данной аудитории, можно испытать и проверить. Сегодня мы с вами подробно остановимся на определении кроющей способности или укрывистости красочного состава и определим, сколько грамм краски понадобится для того, чтобы окрасить один метр квадратной площади. Для этого нам понадобятся следующие материалы и приборы и приспособления. Для того, чтобы проверить красочный состав на укрывистости, нам необходимо выполнить на плотной белом листочке бумаги шахматную досочку такую из черно-белых красочных составов для того, чтобы в дальнейшем использовать ее для выполнения работы, лабораторной работы. Три стекла прозрачных размером 9х12 см. Что такое укрывистости? Это способность краски при нанесении, в данном случае, на прозрачное стекло, закрывать цвет той поверхности, которая была ранее на подложке, на том основании, которое было окрашено, и полностью давать стопроцентную кроющую способность. Для выполнения такой работы нам вначале нужно определить вес стекла вместе с листочком плотной бумаги размером 9х12 см взвесить. Это будет у нас первый вес без использования красочного состава. Далее мы на следующее стекло наносим красочный состав в один слой и смотрим, просвечивает ли клеточка вот эта черная и белая через стекло, которое мы окрасили в один слой. Все могут убедиться, что красочный состав просвечивает. Значит, прощая способность у нас еще не достигнута. Мы наносим на стекло второй слой, убеждаемся в том, что теперь у нас клеточек не видно абсолютно. И в этом случае мы начинаем взвешивать стекло окрашенное два слоя вместе с бумагой, определяя второй вес. на ваших столах имеются пособия, где как раз все эти этапы работы расписаны в порядке очередности, о которых я вам только что говорила. измерения. А также имеются пособия по оформлению лабораторной работы, где указаны все этапы наших измерений. все измерения заносятся в таблицу. И оформляется полностью лабораторная работа с определением укрытости. Я хочу предложить вам эту лабораторную работу выполнить цену. Поднимите руки, кто сможет выполнить эту работу. Как вы считаете? Сложная работа выполнить? Конечно, это не сложно, очень просто. Так, ну давайте мы попросим Наташу и будем внимательны. Пока заполняет таблицу. А где приборы, где материалы, мы сомневаемся в таблицу. Записываем первое значение. Масса стекла с листом плотной бумаги составляет 76,12 грамма. А масса стекла с двумя слоями красочного состава составляет 80,32 грамма. Посмотрите в таблицу. В таблице вообще необходимо измерить площадь и подсчитать дальнейшим по двум формулам укровистость. В первой графе запишите, пожалуйста, ту краску, которую мы с вами наносили на поверхность. То есть напишите ВАК 15А. ВАК 15А. Почитайте площадь. О примечании напишите, сколько слоев вы нанесли на поверхность. Напишите, сколько. Один, два, три слоев. Сколько мы нанесли слоев, только напишите. В верхней части пособия оформите дату. Где материалы напишите. Водомульсионная краска и ее маркировку спишите. ВАК 15А. Тот красочный состав, который мы использовали. Дальше. Лист плотный бумаги размером 9х12 см. Три прозрачных стекла. Размером 9х12 см. Это те материалы, которые вы подготовили для лабораторной работы. Приборы и приспособления. Весы, технические весы. Приспособления. Кисть. Емкость для окраски. Ветошь. Ваша задача выполнить лабораторную работу, подсчитать вначале укрывистость в граммах на сантиметр квадратный и затем подсчитать укрывистость в граммах на метр квадратный. Если вы покупаете какую-то краску в магазине, то всегда на этикетке можно увидеть расход краски, и она обычно дается на метр квадратный, поэтому вы переведите в грамм на сантиметр квадратный, в метр квадратный, в грамм на метр квадратный. Вспомнив о том, что я вам говорю, что такое укрывистость, запишите, пожалуйста, определение укрывистости, что называется укрывистостью или кроющей способностью пигмента. запишите в вашу убраторную. запишите в вашу убраторную. Работу полностью обнимается до конца. заполняем все пигменты. Так, теперь хочу вас немножечко спросить по той работе, которую мы с вами выполнили. Кто может мне сказать, что называется кровищей способностью красочного состава? только один человек? Кто еще? Мы все поняли. Так, ну давайте Маша, скажите мне, пожалуйста. Укрывистостью называется свойство краски. при равномерном нанесении ее на одноцветную поверхность, закрыт цвет, не просвечивая, не просвечивающую свет. Правильно. Спасибо. А результаты, которые вы получили, укрывистости, желательно грамм на метр квадратный. То есть конечный результат. Кто может назвать? Так, давайте. Это 12,74 грамм на метр квадратный. Можно? Понимаете? Понимаете. 12,74 грамм на метр квадратный. Так, спасибо. Значит, по результатам нашей работы, то есть у нас получилась для данного типа краски, и в заключение урока я хочу сказать, что это только одно свойство мы с вами сейчас изучили, а в дальнейшем мы будем входить в эту лабораторию и еще многие виды лабораторных работ мы будем здесь выполнять, используя то оборудование, которое мы здесь имеем. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...